В общем, доброго времени суток. Меня зовут Виктор, я из Белгорода, и в 2022 году я сдавал единый государственный экзамен по физике, математике и русскому языку. О том, куда я поступил и сколько у меня в итоге баллов, я расскажу чуть позже, а сейчас я хочу рассказать про сам этап подготовки к экзамену. Расскажу сначала про экзамен по русскому, он шел первым, писал я его 30 мая, к нему я не готовился практически, готовился я к нему на уроках в школе, и уже перед самым экзаменом я купил интенсив от Оксаны Кудлай «Горят Костры Рябин». Из-за того, что я халатно к нему отнес, я его написал не так хорошо, как хотел, ну, может, это, конечно, неплохой балл, 76, но я хотел по 70+, хотя бы. Ну, когда я узнал о результатах, я расстроился, конечно, но я понял, что это была моя ошибка, но хотя бы благодаря курсам Оксаны я написал не на 60, ну, и даже не на 70, а 76 баллов. В принципе, неплохой результат, у нас в школе есть ребята, которые написали лучше и хуже, это выше среднего балл, но я все равно остался недовольным. Но на курсе я прошел очень много практики, очень много практики и недостающую теорию по некоторым заданиям, как, например, сочинения и орфоэпические задания. Сейчас я расскажу про подготовку к экзамену по профильной математике. К экзамену по профильной математике и к подготовке к нему я уже отнесся более ответственно. Я готовился сначала к русскому в школе, но ближе к октябрю месяцу я узнал о курсах стоп-бального репетитора «Легион». Моя подруга тоже сдавала экзамен по профильной математике, и мы решили готовиться вместе. В школе нас готовили неплохо, но готовили в основном к первой части, за что я очень сильно благодарен, потому что подготовка к первой части была достаточно хорошей, основательной, и в ответах у меня в первой части нет ни одной ошибки. Я прошел курс «Легион» и на экзамене написал математику на 84 балла. Как оказалось, это лучший результат в школе. Я, конечно, доволен, но я надеялся, если честно, на 91, потому что там было 18 задание с камнями. Я просто из-за того, что я уже немножко подустал, я неправильно понял условия и не получил 4 первичных балла. Это очень обидно. Сейчас я расскажу тогда про подготовку к экзамену по физике. О подготовке к экзамену по физике я хочу рассказать чуть подробнее, потому что к этому экзамену я сильнее всего готовился. Примерно в 8 или 9 классе я решил создавать ЕГЭ по физике, и примерно в это же время я набрел на канал Санни и Бонита по подготовке к этому экзамену. Примерно в октябре месяце, в ноябре у меня получилось родителям говорить о том, что мне необходимо купить курс, потому что в школе нас к этому экзамену вообще не готовили. У нас сам предмет физики практически не преподавался. Уговаривал я их со старта курса, даже когда был еще предсписок, с августа месяца. И только в октябре они все-таки сломались под моим давлением. И все-таки купили. Так как курс стартовал в сентябре месяце, я уже пропустил часть программы, мне пришлось ее нагонять. Нагонял я ее не один, а с личным куратором на индивидуальном плане подготовки. То есть, если, допустим, в неделю было 3 дедлайна, у меня в неделю было 4 дедлайна. Материала было очень много, из-за этого я даже в какие-то моменты почувствовал выгорание сильное, но об этом чуть позже. Но, опять же, информация, вообще все преподносилось настолько понятно, настолько непринужденно, что даже очень сложные вещи, казалось бы, в ЕГЭ очень сложных вещей нет. Ну, для меня, потому что я особо не увлекался физикой практически, ЕГЭшной. Казалось бы, такие сложные вещи очень легко усваиваются. По итогу у меня ушла одна тетрадка под механику, вторая тетрадка под молекулярную физику, третья тетрадка под электричество и магнетизм, и четвертая тетрадка под ядерную квантовую физику. Тетради А4 формата, 96 листов. В принципе, сам экзамен я написал достаточно неплохо на 91 балл. Опять же, это лучший результат в школе, но это уже по большей части из-за того, что как раз-таки никто особо к ЕГЭ не готовился, и саму физику сдавало примерно 6 человек или 5, я уже не помню. У нас хватит двое человек, я и подруга моя, а в параллели 3 или 4 человека, уже не помню. Как раз-таки второй результат у моей подруги, у нее 68 баллов. Разрыв достаточно существенный. И по итогу у меня 251 балл. Скрин я вставлю вот сюда. А сейчас расскажу про выгорание и куда я поступил по итогу. Теперь про выгорание. Так как курс по физике я купил не со старта его, я нагонял программу. Еще плюс к этому был курс Легион от стубального репетитора подготовки к математике. Я очень много занимался. Еще плюс школа, давление от преподавателей, всякое такое. Из-за этого ближе к ноябрю месяцу, к декабрю, может, я почувствовал очень сильно выгорание. Опять же из-за того, что я готовился очень много, я садился примерно в 10 утра. И заканчивал примерно в час, в 2 часа ночи. Это получилось так, потому что я договорился с родителями, что мне надо подготавливаться к ЕГЭ по физике. Я хочу поступить в топовый вуз. Ну, хотя бы в один из топовых. Они сначала немножко поломались. Опять же, потому что надо ходить в школу. Что там делать, я, конечно, не знаю, но надо. Но по итогу, из-за того, что я в августе очень сильно заболел. Я в августе очень часто болею. И плюс к этому в школе не готовили. И я готовился самостоятельно. Я оформил себе несколько справок. Я пошел в больницу, оформил справку о болезни. Сначала 2 недели в первой четверти проболел. В самом начале. Потом еще в середине недели. И в конце еще недели две. Потом каникулы. Вторая четверть. Это продолжалось примерно до нового года. Когда я уже нагнал всю программу. Нагнал я ее раньше, нового года. По итогу, опять же, у меня 251 балл. Подавал я документы в Баманку, в РКУ Нефти и Газа, в МЭИ, в Питерский политех и в Воронежский государственный университет. Но в Белграде я ничего не выбрал. Я бы, конечно, хотел выбрать физтех или МЭФИ. Я очень хотел поступить в МЭФИ на управляемый термоядерный синтез. Но я посмотрел. Там проходной балл в прошлом году был 273. 273, у меня 251. И я побоялся, что я туда не пройду. По итогу, я прошел везде, куда подавал документы. И поступил в РКУ Нефти и Газа имени Губкина. Сейчас я нахожусь как раз таки в общаге. На улице Академика Волгина, 2, корпус 1. В принципе, я доволен. И направлением, на которое я поступил. И куда я поступил. И группой, и соседями. И я не знаю, каким чудом мне повезло. Мне так повезло найти как раз таки курсы Сани и Бонит и курсы стубального репетитора. Еще в 8 или 9 классе, когда я нашел курс Сани. В принципе, на этом, наверное, можно и закончить. Всем только могу посоветовать идти именно в школу стубального репетитора для подготовки киги. Это видео будет очень полезно как раз таки для нынешних 11-классников или для 10-классов, для 9-классов, возможно. Повторюсь опять же. На этом закончу. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok